Привет, друзья! Некоторое время назад я снял ролик про камеру GoPro Hero 7 Black Edition, и в нём я наговорил немножко глупостей. Свои ошибки я всегда с удовольствием признаю, потому что грех это колеветать на хорошее устройство, а камера GoPro казалась действительно очень приличной. Я с ней уже ездил несколько мест, снимал видео, и, честно говоря, без неё бы это получилось не так удобно и красиво. Так вот, по поводу тех глупостей, которые я наговорил. Поехали! Первая глупость заключается в том, что якобы вот эта крышечка не снимается. На самом деле это не так. Просто я боялся повредить новую камеру, и из-за этого недостаточно интенсивно и не в ту сторону тянул эту крышечку. Её надо просто вот так вот открыть и чуть-чуть нажать вниз. Всё. Она у вас в руках. После этого можно вставлять камеру в чехол и использоваться ей по назначению. То есть можно подключить через разъём USB Type-C внешний Powerbank, и тогда время автономной работы увеличивается просто до бесконечности. Потом, когда надобность отпадает, мы просто вынимаем камеру, вынимаем камеру, извините, технические сложности, да. Мы вынимаем камеру и лёгким движением вставляем крышечку на место. Всё. Проблемы нет. Вторая глупость, которую я сказал, это то, что якобы нельзя отключить диоды, сигнализирующие о том, что вы ведёте съёмку. Это была глупость. На самом деле они отключаются элементарно. То есть надо просто на включённой камере смахнуть пальцем по экрану сверху, нажать «Параметры». Ещё разок нажать «Параметры», и появляется список дополнительных возможностей, среди которых, внимание, тарам-парам-парам, общее, и индикаторы. То есть можно выбрать «Отключить только один индикатор» или «Все». Так что проблемы на самом деле нет. Я не доглядел. Прошу прощения. Приглашаю вас посмотреть полную версию обзора этой камеры. Ссылка сейчас появится. А я тем временем ещё раз подтверждаю, что камера очень полезная для людей, которые много перемещаются в пространстве и фиксируют на видео эти перемещения. И я сейчас занимаюсь тем, что сравниваю её вот с этой камерой. Это знаменитая камера Sony FDR-X3000. Вот у меня сейчас между ними ведётся маленький тихий батл, о результатах которого я вам обязательно расскажу. Спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Я не только рассказываю про новую технику, но и с удовольствием исправляю ошибки, если брякну какую-нибудь глупость. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok